Здравствуйте! Это Андрей Ткаченко и сегодняшняя тема для нашего видео это утилизация ОСВ. Это второе видео и в первом видео я показывал как мы взяли ОСВ, переработанные установки, то есть уже обеззараженные, без глистов, без патогенной биофлоры и взяли отсев из торфа ворс. Мы это все смешали. Отсев мы добавили как для углеродонаполнения нашей среды, так и для рыхлости, то есть пористости, для того чтобы червям было удобно передвигаться. То есть когда такая масса клейкая, то им тоже будет очень сложно и часть они все-таки недопереработают. Мы это смешали и поставили на наши червячники. Я показывал как мы поставили поверх наших червячников. Сейчас ночь уже холодная, поэтому я накрыл все пленкой для того, чтобы солнце лучше прогревало днем и и соответственно аккумулировало тепло на ночь. То есть наша задача сейчас проверить. Сегодня 20 сентября, то есть прошло 19 суток. Теоретически для опыта хватит 19 суток, но с учетом того, что ночи уже холодные, все-таки это западная Сибирь и были моменты, когда выходило солнце несколько дней назад. И буквально кишило. Буквально кишило в этой массе, которую мы с вами приготовили заранее. Немножко расчетуем. То есть они стоят так же как и стояли. Сейчас мы возьмем для эксперимента, высыпем штуки-четыре ящика и уже наглядно будем смотреть на то, что у нас с вами получилось. То есть видно, что и на дне они пробуют, через отверстие заходят. Также видно, это же уже внутри ящика. То есть, кого мы здесь видим? Вот если присмотреться. Поближе опустись. Так, мы видим как червяки. Так, 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 так. Если присмотреться, видим клещиков чуть-чуть. Еще раз наповторюсь, любые, любые обитатели наших с вами червящиков, видите, много-много их. Видимо, понравилось. Все-таки понравилась им эта среда. Лощеные такие. Что, еще раз я отклонился, любые обитатели, будь то гриндаль, будь то эти клещики, любые природные обитатели, те, которые не являются хищниками, держите их поближе, а то ветер нужен, не слышно. Они помогают. То есть как гриндаль не хищник, как клещи не хищники. И то есть они очищают биогумус. Они, даже если червь умирает, они его съедают. И за счет этого очищение происходит. То есть это естественный процесс. И они вас не должны никаким образом пугать. Сейчас я высыплю еще несколько ящиков для наглядности. Один ящик, один из них есть. На дальнем червячике у нас не было с вами укрытия пленкой. Поэтому сейчас мы посмотрим, что из этого получилось. Тоже видим. Очень много. Очень много внутри ящика. Что мы видим здесь. Приближай поближе. Чтобы не рассматривать. Вот. Очень много червя. Очень много. То есть это говорит о том, что все-таки эта среда им очень нравится. Им все понравилось. Наша задача, для чего я это делаю. Вот если вернуться, если вернуться к тематике, для чего это все. То самое главное, как и любой червевод, он амбициозен. Он постоянно ищет какие-то источники органики. Источники удешевления. Источники продвижения своей тематики. То есть если мы вернемся опять же к этой массе. Я эту массу взял у директора рыбхоза. То есть у них большая круглогодичная теплица. И они его используют в виде добавки к основному грунту. У них круглогодичная теплица. Они выращивают клубнику. Всяческого рода цветы. Комнатные. Уличные цветы. Больших количеств. Большая теплица. И они его где-то примерно треть добавляют. То есть она уже питательная среда. Но мы должны понимать, что все-таки она неудобная для внесения. Они смешивают грунты и просто мотоблоком, у которого вместо колес фрезы, просто его перемешивают. А наша задача сделать из этой клейкой массы рассыпчатую среду вермикомпоста. Рассыпчатую, когда червь пропустил через себя, вот эти шарики. То есть оно будет гораздо легче вноситься. И сейчас моя основная задача. Сейчас уже 20 сентября. И надо уже на мои зимние червячники ставить новые приманки, для того, чтобы выманить всех своих червяков и отправить их уже на зиму в теплое помещение. Поэтому я не могу продлевать этот эксперимент. Сейчас я должен забрать все полученные нами ящики. Ящики. Сейчас мы еще один высыпем для контраста. Еще один. Ну, мы видим везде их, ума. Везде. В каждом ящике их много. Им нравятся эти комья. Видите, насколько им нравится все-таки перерабатывать эту среду. То есть, еще раз акцентирую внимание. Если кто-то будет испытывать червьеводство на какой-то новой органике, обязательно используйте. Не забывайте про рыхлость и про углеводосодержащую органику. Теперь моя задача дальше. Что мы будем делать дальше? Я теперь заношу все эти ящики в теплое помещение. Рядышком у меня мой голубой контейнер, вот этот утепленный, как вы уже видели в предыдущих видео. Мы заносим все эти ящики и посадим наших червяков, образно говоря, на сухой паек. То есть, я буду удерживать влажность, но при этом не буду добавлять еду. Для чего это делается? Эта среда, возможно, она, видели, особенно на последнем ящике было контрастно видно. В одном месте их много. Вот они вот в одном месте. Их почему-то очень много. Видите, насколько много? Я просто и раньше просматривал. Я уже просто заметил. А в другом месте их мало. Это о чем говорит? Что в том месте, где их много, соответственно, что-то им для них очень вкусное, им понравилось, и они сюда все сбежались. А там, где их мало, им, значит, не очень нравится. Если я куда-то это уберу, и где будет доступ к новой еде, они опять же убегут к новой еде. Задача посадить на голодный паек, и пока они не съедят. Пусть съедят все по дну. Пусть наш эксперимент будет длиться месяц, может полтора месяца. Но они должны все съесть. В конечном результате, что у нас с вами получится? У нас получится монолит, среда, в которой все равно останутся недоеденные кусочки. Потому что навоз это навоз, навоз это привычная для них среда, они навозники, и, соответственно, они все съедают. Эта среда новая. В любом случае, останутся либо какой-то остатки ворса, либо останутся какие-то комья. И наша задача будет это отсекровать. То есть, потом уже, в продолжении я обязательно еще сделаю третье видео. То есть, уже когда мы наглядно это все увидим. И наша задача будет отсеять. То есть, мы их выманим из этих ящиков. Либо будем продолжать работать на ОСВ. Либо, если не найдем последователей, что ли, или как назвать, людей, которые заинтересуются в этой теме. То есть, обязательно вся зима впереди, обязательно мы будем искать, общаться с этим же водоканалом, который этим занимается. Да, этим, утилизацией ОСВ. И о чем я говорю? Потом мы его просеем. В любом случае, останутся недопереработанные частицы. На нашем сите мелкое отсеется. Крупные вот эти камушки или еще что-то, что останется, отсеется. И мы вот эти камушки опять добавим. Опять добавим в новую среду. Либо это будет новое ОСВ, либо это будет, соответственно, тот же навоз. Мы добавим его в процентном соотношении не больше 40% к общей массе. Для того, чтобы они все-таки его доели. То есть, уже в следующем этапе, в следующем, то есть, после просейки, вот все, что у вас остается, там, камушки, палочки, там, какие-то, может, недоеденные частицы, все это добавляется в новый корм из расчета 40% от общей массы. Не больше 40%. Тогда они все-таки дальше продолжают есть. Продолжается процесс вертокомпостирования, в котором, соответственно, и бактериальная флора разлагает органику, и черви. Помогают. То есть, я считаю, что наш эксперимент прошел достаточно успешно. То есть, сейчас нужно будет просто продолжить это, все это законспектировать, еще раз досмотреть до конца. То есть, уже примерно через месяц мы еще раз проинспектируем все это дело. И все. И вперед из песни, вперед к тому же водоканалу, вперед к любым органам власти в любом городе, где не есть этого СВ. У СВ есть везде. То есть, все отстойники переполнены и будут только теоретически люди должны пойти навстречу. Теоретически. Ну, наших чиновников тяжело сдвинуть с места. Но мы постараемся. Однозначно постараемся. То есть, донеся до них, что на этой среде ее можно улучшить, ее физиологическое состояние. То есть, она будет даже физически легче ее будет носить людям. Она будет более приятная, абсолютно без запаха. Сейчас она с запахом ила. А вот абсолютно без запаха. Будет более питательная для растений, под которые она унесется. И, соответственно, на ней вырастется еще и большое поголовье червей. Что может быть также очень полезно для тех же рыборазводных комбинатов. И применение можно найти. Однозначно можно найти. Пока, наверное, на этом все. Будем продолжать эксперимент. Будем проверять и показывать в данной ситуации то, что мы делаем. Еще раз обратим внимание. На данный момент, вот если я сейчас подставлю рядышком мешок. С непереработанной. Что мы с вами увидим? Что он был светлый. Да? Ну, видно, я же ничего не меняю. Он был светлый. Это один мешок, который у меня остался. А из того, что у нас уже есть, масса уже темная. То есть, сами процессы уже, процессы переработки движутся. То есть, уже все-таки пропускают через себя и работает бактериальная флора и черви работают. И, в конечном результате, это постепенно превращается в землю. Да? То есть, плодородный субстрат. Ну что, пока, наверное, на этом все. До новых встреч в следующее воскресенье. Будем продолжать наши эксперименты и никогда не будем останавливаться. Здоровья и счастья. Наши судьбам. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok